продолжаю свой рассказ о каменевших деревьев и оценного периода такой экземплярчик который я называю тигровым зебровым деревом такие слои темного алксидона и более светлые слои кварца которые заместили травесину на этом обломке дерева скорее всего он уже в древности 55 миллионов лет назад был такой вот небольшой кусочек отломился от сгнившего дерева пал в песок покрылся слоем отложений и постепенно дегресина заместилась различные формы оксидом кварца на торце аморфный холцедон свелеватых с древесины видно на ощупь шероховатый кварц и небольшие слои видны а вот чувствуется разница между кварцем и холцедоном тут гладкая поверхность все веточка вот тут была сердцевина несколько сантиметров в диаметре вот это вот или кварц в холцедоне или опал возможно белый непрозрачный какое-то было дерево вид его не знаю пускай будет лавр благородный либо мед как кому нравится поближе рассмотрим слои когда-то были древесины сейчас стали камнем хлорцедом оксидом кремния на зебру похоже слой темный слой светлый опять темный опять светлый я прикреплю в конце этого видеокарту прострочного полушария во северной части 55-56 миллионов там где-то 60-50 миллионов лет назад где видно вот как раз море Тетис скорее всего на северном берегу которые росли такие деревья и острова между северным и южным берегом океана Тетис остатки сейчас остались Средиземное море Черное и Каспийское которое единственное море Настоящее море с океаническим дном но не связано с другим мировым океаном Красивое Все пока Сейчас поближе покажу ПОТОРУ До следующих встреч.